Добрый день дорогие друзья, с вами Некрос и вы смотрите импровизационный гайд по Огру Магу. Итак, Огар Маг является саппортом, магом ближнего боя, то есть его основной атрибут это интеллект. Герой очень хорошо подходит новичкам, он наносит много урона, им легко играть и он довольно толстый, у него много хп. Итак, давайте рассмотрим его способности. Первый скилл, Fire Blast. Это просто стан, который наносит урон. Длительность оглушения полторы секунды. Вторая способность, Ignite. Поджигает противника, нанося ему урон и замедляя. Замедляет этот скилл на 20-26% и действует до 8 секунд. Третья способность называется Bloodlast. Увеличивает скорость передвижения вас или союзника, а также добавляет скорость атаки. И увеличивает в размере вас или вашего союзника, что примечательно. Эта способность работает на Курьера, то есть Курьер начинает увеличиваться в размерах. Дэшку мы пропустим, об этом я вам расскажу позже. Ульта. Это то, что делает Огра Огром. С некоторым шансом, при прокачке ульты, вы можете скастовать Fire Blast несколько раз. То есть на первом уровне ульты у вас есть шанс 25%, что вы скастуете Fire Blast дважды. На втором уровне ульты 40% и 50% на третьем уровне ульты. Соответственно, трижды скастовать Fire Blast вы сможете лишь на втором уровне ульты, то есть на 11 левеле с шансом 20% и с шансом 25% на 16 левеле. Трижды вы сможете кастануть Fire Blast. И существует также на 16 левеле, то бишь на третьем уровне ульты, шанс 12,5% что вы скастуете Fire Blast аж 4 раза, что разорвет вашего противника в клочья. Давайте посмотрим, как оно работает. Не прокнуло. Тройной мультикаст. Четверной мультикаст. Видите, как много урона я наношу Свену? Давайте его похилим. Но ульта улучшает не только нашу Кьюшку. Вэшка может с некоторым шансом распределиться на нескольких соперников. Блодласт может также распределяться на нескольких союзников. Теперь давайте поговорим о том, в какой последовательности качать скиллы. Естественно, поскольку наша ульта увеличивает эффективность первого скилла, то его нужно максить. Но лучше на третьем уровне вкачать на 2 именно Вэшку, потому что урона будет больше. Потом уже Кьюшку, и потом опять Кью, и Эрку на шестом. Теперь немножко о закупе. Естественно, мы саппортом являемся. Мы должны покупать Куру, Варды, Дасты. В общем, все расходки. Но помимо этого, Огру, во-первых, нужно покупать Арканы. Потому что мы ману будем юзать часто. Также Меку и средства поддержки для команды. Теперь будем разговаривать о вещах роскошных. То есть, это, конечно же, Аганим. Почему Аганим? Когда мы покупаем Аганим, мы, кстати, его не можем выбросить, то у нас появляется дополнительный стан. Это как раз Дэшка. Дэшка, то бишь Unrefined Fire Blast, имеет меньший кулдаун, чем Кьюшка. Кстати, да, о кулдауне забыл я вам сказать. Прокачка нашей ульты уменьшает кулдаун Fire Blast на 2-4-6 секунды. Но увеличивает затраты маны Fire Blast. Вы могли заметить, что Fire Blast на начальных уровнях очень мало маны стоит. Также идет уменьшение кулдауна Blood Blast. И, как я говорил, область действия Ignite становится 450. При проке. Суть Дэшки не только в этом, а в том, что даже если у вас очень мало маны, вы все равно сможете скастовать этот дополнительный стан. Посмотрите, у меня сейчас 2350 маны, а Дэшка стоит 1410 маны. Давайте просто посмотрим. К сожалению, моя мана заканчиваться не будет, потому что я ввел ВТФ. Выходит, что вам нужно сначала стрелить ману на Кью и В, а потом уже дать обычный стан. Точнее, дополнительный. То есть даете обычный стан, Вэшку, потом Дэшку. К Аганиму я бы вам рекомендовал докупать Вэйла в Дискорд. Почему? Потому что эта вещь увеличивает магический урон по противнику на 25%. Соответственно, а это очень много, это четверть. Поэтому можно сказать, что под Вэйлом вы будете наносить чистый урон, ведь встроенное магическое сопротивление у противников 25%. Но здесь почему-то написано, что 6. В любом случае, это очень много. То есть я просто тысячу ХП, можно сказать, даже больше, больше тысячи ХП сейчас снял с Вэну. Посмотрите на него. Практически даже треть ХП я снял с Вэну, просто дав прокаст Огром. Естественно, в дополнение можно купить Хекс. Хекс. То есть вы даете один стан, Вэшку, второй стан и продолжаете контролировать противника. Ну и можно выбрать какой-нибудь предмет для мобильности. Это либо Форстав, либо Блинк. Давайте еще раз нападем на Свена. Просто представим, как это все будет. Мы даем Ешку кому надо. Блинкаемся, даем. Вейл Дискорд, раскасты. Начинаем бить противника. Откатывается к Юшку у нас потом в итоге. И все. И мы противника просто сносим. В общем, что я хочу сказать, ребята. Герой прост. За него весело играть. Он сам довольно забавный. У него смешные диалоги. И он реально мощный. Всем спасибо. Играйте и выигрывайте. Всем пока.